По-моему, это впереди первый зимний мост, настоящий мост 18-го столетия. Обратите внимание, гранитные блоки не скреплены никаким раствором, держатся только силой собственного веса. Построены в створе миллионные улицы, за мостом слева много очень красивое здание со скульптурой на фасаде, новый Эрмитаж, у портика которого находятся знаменитые фигуры атлантов. На верхней палке сейчас влево посмотрите створ улицы, вам атланты должны будут быть видны. Продолжение следует... Эрмитажный мостик, сверху Эрмитажная арка, которая соединяет большую листару Эрмитаж, что слева с Эрмитажным театром, что справа. Эрмитажный театр в конце 18-го века был построен на том месте, где в начале 18-го столетия для Петра I был построен Зимний дворец. Стой дворец Петр и умер в январе 1725-го года, простудившись во время наводнения. Сам Зимний дворец Петра был разрушен наводнением 1777-го года. Впереди справа две водосточные трубы, желтого и зеленого цвета. За ними небольшой участок стены, со штукатуркой ярко-желтого цвета. Там два окошечка друг на другом с мелкой растекловкой белыми пилястрами. Это участок стены от Зимнего дворца Петра I. Стена устояла, архитектурю спасли, встроили в стену Эрмитажного театра. Вход во дворец Петра I был отсюда с канавки, поэтому наизировал...